Привет всем, с вами Лия. И сегодня я расскажу, как же с помощью магических обрядов встретиться случайно с человеком, которого вы загадаете. Вообще магия в этой теме номер один. Я тоже не раз к ней прибегала, когда хотела встретиться с нужным мне человеком. И это действительно действует. И сейчас, главным образом, я хочу вас привести к тому, что вам нужно обязательно подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это очень важно. Если вы хотите попасть в следующее видео, как эти люди, то просто напишите интересные комментарии. И, возможно, в следующее видео попадешь именно ты. Смотрите, кто у нас пришел. Наш любимый персонаж, без которого не обходится практически ни одно видео. Она уже как чувствует. Перейдем к делу. Есть правила, которых вы должны придерживаться, чтобы ваш обряд исполнился. Первое. Вы никому не должны рассказывать о том, что вы хотите сделать. Никому не рассказывать о своих планах. Что вы хотите встретиться с человеком. И что вы делаете именно эти обряды. Второе. Нельзя делать на убывающую луну. Эти обряды делаются только на полную или на растущую луну. Третье. Вы выбираете только один обряд. Если он не подействовал, через месяц вы делаете другой. Четвертое. Нельзя менять слова в заклинаниях. Если только вы не меняете пол. Допустим, там ему, вы делаете ей и так далее. Все остальное должно оставаться на местах. Пятое. Следуйте всем правилам, которые я вам буду говорить. Если вам будет сказано, что нужно повязать именно красной ниткой и именно такой ниткой, то вы должны делать именно это. Входим к самим обрядам. Первый обряд это у нас на зерна. Вы берете в ладонь. Сколько у вас помещается? Любой крупы. Неважно какой. Разумеется, сухой. И как только вы пойдете на улицу, и у вас будет какая-то цель, именно, например, вы пойдете в гости, либо в магазин, либо куда-то еще, вам нужно потихоньку высыпать из руки эту крупу на землю. И как только у вас останется очень мало зерен, вы останавливаетесь и читаете вот такое заклинание. Зернышки по ветру, отащите этого человека, найдите его, будьте подмогой, а потом к моему порогу. Покажите знаками, где имя, бывает, пусть ветер меня к нему направляет, а его ко мне ветер прибивает, ключ-замок. В следующие дни живите, как вы чувствуете, и вы сможете случайно встретить этого человека. Второй способ очень старинный, им пользовались не одно поколение. Есть два обряда на мыло, вы выбираете тот, который вам больше всего подходит. Вы берете совершенно новое мыло, отрезаете от него кусочек, на нем ножом, либо иголкой, каким-то острым предметом пишите имя человека, с которым вы хотите встретиться. Далее бросьте его в воду и прочитайте вот такое заклинание. Как камень на дне океана спокоен и безмятежен, так и путь мой ровен и безгрешен. Как не поднять камни из пучин морских, так и не пройти нам с имя мимо встречи. Никто не остановит и не запретит. Аминь. Второй вариант с мылом. Вы должны также на новом мыле написать имя человека, с которым вы хотите встретиться, острым предметом, после этого положить его и залить водой. При этом читать вот такое заклинание. Лежать в пустоте без ветра и дождей. Здесь нет грома, здесь нет бури, только спокойствие вокруг. У меня все пройдет спокойно и гладко, без беды. После этот кусочек мыла нужно будет достать из воды, подсушить и носить его везде, пока не встретитесь с человеком. После этого можно его выкинуть. Если вы захотите еще раз встретиться с человеком, просто проведите еще раз этот ритуал. Следующий обряд это цыганский ритуал. Так как мой папа умел гадать, у него было очень много знакомых, которые тоже умели гадать. Многие из них были цыгане, и они мне, кстати, тоже гадали. Это люди, которые действительно умеют обращаться с магией не хуже нашего и даже лучше, с одной стороны. И поэтому к их обрядам также стоит прибегнуть. Вам нужно взять 15 листочков лавровых листов и шерстяную красную нить. Пойти на какую-то речку-бадоем, когда уже нет льда, свяжите 3 лавровых листа красной шерстяной нитью, пустите их по воде и прочитайте вот такое заклинание. Лист по реке плывет, ко мне любимого имя призовет. А если хотите любимую, то любимую. И потом проделывайте это с остальными листами и также читайте заклинание. То есть 3 листа связывайте с шерстяной ниткой и пускайте по воде. Читайте заговор и следующий также, пока все листы не закончатся. Следующий обряд с фотографией. Это самые распространенные вещи, которые можно делать для того, чтобы встретиться с человеком. Потому что фотография всегда вам поможет в любом магическом деле. Поэтому надеюсь, что у вас найдется фотография того человека, который вам нужен. И я вам скажу, что этот обряд, конечно, один из самых сложных, но самый действенный. Что вам нужно? Взять фотографию любимого человека. Неважно, будет ли она распечатана, либо она будет у вас на телефоне, либо еще где. Также вам понадобятся две свечи. И главное, чтобы у вас было два дня свободных. Как утром на рассвете, так и вечером на закате. Вы зажигаете в первый день на рассвете первую свечу. Смотрите на фотографию человека через огонь и читайте вот такое заклинание. День прошел и ночь прошла. Дня дождалась и ночь дождалась. Теперь жду тебя. Имя. После этого тушите свечу пальцами. Ни в коем случае не дуйте на нее. Проходит ваш день так, как обычно. Но на закате вы уже должны оказаться дома. И проводить опять этот ритуал. Вы поджигаете эту же свечу. И читаете опять это же заклинание. Столько, сколько захотите раз. После этого тушите свечу пальцами. И на следующий день, на рассвете, вы уже берете другую свечу. Поджигаете ее. Смотрите через огонь на фотографию любимого человека. Или на любого другого человека, с которым вы хотите увидеться. И читайте заклинание столько, сколько хотите раз. После этого тушите ее. И вторую, эту же свечу, вы зажигаете уже на закате. К концу второго дня, когда вы провели этот ритуал, вы собираете эти свечи. И прячьте их до того момента, пока не встретите того человека, которого загадали. Еще один очень интересный и сильный ритуал на нитки. Что вам для этого понадобится? Две длинные нити разных цветов. Одна ассоциируется должна с вами, другая с тем человеком, с которым вы хотите встретиться. Допустим, красная и белая, либо черная и желтая и так далее. Также вам нужна будет длинная полоска бумаги. Одну нитку вы привязываете к одной стороне бумаги. А другую нитку к другой стороне бумаги. Другие концы ниток вы должны связать между собой и при этом читать заклинания. Узлов должно быть столько, сколько у вас уходит время на то, чтобы это заклинание прочитать. Две нити я и ты. Я сплетаю надежно их. Наши дороги теперь соединены. Наши шаги друг к другу направлены. С данного часа, с данной минуты. Мы быстро и верно идем навстречу друг другу. Тогда будет так. После этого вы должны спрятать все эти нитки, все эти бумажки. Ни в коем случае они не должны разорваться, расплестись, развязаться. Все должно быть так, пока вы не встретитесь с человеком. Чем мне этот ритуал нравится? Вы постоянно после этого ритуала будете видеться с этим человеком, пока вы не разорвете дорожку из бумаги и не развяжете эти нитки, либо не разрежете их. Надеюсь, что вам какой-то из этих ритуалов поможет и обрядов. И вы наконец встретитесь с тем человеком, которого вы так давно хотели увидеть. Я хочу вам пожелать удачи. И обязательно смотрите вот эти видео. Не забывайте, что на моем канале частенько выходит видео, поэтому не забывайте заглядывать на него почаще. И увидимся в следующем видео. Пока!